Всем привет! С вами Дмитрий. Сегодня я расскажу, как сделать визуализацию мультяшного интерьера в Blender и Octane. Это будет серия уроков, посвященных настройке Octane, а также визуализации и финальной сборке Fusion. В данном уроке поговорим о базовых настройках материалов и их типах. Изучение материалов и других необходимых инструментов начнем с краткого ознакомления меню. Вся информация, которая содержится в меню разделена по типам и группам. Для того, чтобы материал был виден в Viewport, необходимо добавить ноду Material Output. Добавить ее можно через меню Shift плюс A в разделе Output. В выпадающем списке нужно выбрать Octane. Добавим новый Diffuse Shader. Нажимаем Shift плюс A в разделе Octane Shader. Выбираем Diffuse. Это базовый и самый простой Shader, который используется для создания матовых поверхностей, а также материалов с свечением. Нажимаем на ноду Diffuse Shader, далее Material Output. Чтобы их соединить, нажимаем F. Glossy Shader, наверное, один из самых часто встречаемых материалов в данном интерьере. Он содержит не только компонент диффузии, но и отражения. Может применяться для создания зеркально отражающих, так и матовых, шершавых поверхностей. Следующий Shader это Specular Material. Как правило, используется для создания материалов стекла. Финальный Shader, который по своей сути является сборкой всех настроек остальных Shader, применяется для создания любых материалов. Также для работы нам потребуется нода с текстурами. Найти ее можно в меню Octane Texture, Image Texture. Чтобы изменить размер текстуры на объекте, нужно добавить ноду Octane Transform, 2D Transform. Размещаем ее до ноды Image Texture и соединяем Out Transform с пином Transform. Данная нода позволяет вращать, масштабировать и перемещать текстуру. В уроке я буду использовать Scale для того, чтобы уменьшить масштаб текстуры. Еще одна полезная нода, которая нам пригодится это Color Correct Texture, позволяющая вносить цветокоррекцию. Для того, чтобы внести изменения в текстуру, нужно соединить Out Texture с пином Texture. Наиболее часто используемые параметры это насыщенность, гамма и контраст. Переходим к настройкам интерьера. В качестве примера я буду использовать простенький мультяшный интерьер, который разделен на две группы. To Do, с которым мы сегодня будем работать и остальные объекты базового серого цвета. Обратите внимание, в группе To Do я выделил объекты красноватым цветом. Это очень удобно, когда в сцене много объектов и с помощью цветовой градации можно отделить готовые объекты от тех, которые нужно настраивать. Чтобы упростить выделение объектов внутри интерьера, в разделе Object Properties, Viewport Display, Display As, выберу Wire. Вот здесь можно изменить цвет объекта в Viewport для того, чтобы визуально понимать, что над ним ведется работа. Далее запускаю Octane в окне Viewport. Объекты в группе Others скрываю, так как работать с ними буду в следующем уроке. Сейчас мы будем работать с объектами в группе To Do. В окне World Properties создаю новое окружение и далее меняю тип на Daylight Environment. Я не планирую использовать дополнительного освещения, поэтому дневной свет будет единственным источником освещения. Далее в настройках меняю на Sun Direction с дальнейшей настройкой положения солнца. Данная группа определяет положение солнца. Power задает силу свечения, North Offset позволяет вращать солнце по оси Z. Sun Size влияет на мягкость теней. Чем выше этот параметр, тем мягче тени. Это основные параметры, с которыми мы будем сегодня работать. Попробую добиться положения, чтобы солнце попадало из левого верхнего угла вправо-нижней, освещая часть комнаты. Далее повышая яркость солнца, а также увеличивая размер, чтобы добавить мягкости к теням. Обратите внимание, все настройки ниже, которые я сейчас менял автоматически, сохраняются здесь. Я уже подготовил просвет с нужными настройками. Все изменения, которые были внесены автоматически, будут сохранены. К примеру, можно сделать неограниченное число настроек. Утро, день, вечер и так далее. Далее переходим к настройкам камеры. Первое, что я планирую сделать, добавить искажение камеры. Меняю параметр Distortion на единицу. Далее видим, что получится эффект бочки. Изображение стало более округлым. Лучше всего это видно на геометрии стола. Если после изменения данного параметра ничего не изменится, нужно перезапустить интерактивный рендер. На заметку. Иногда размер камеры по умолчанию может быть очень большим. Чтобы изменить размер камеры в Viewport, находим вкладку Viewport Display, Size и меняем размер. Приступим к настройкам материала сцены. Я уже подготовил группу нод с выставленными настройками. Сейчас мы поэтапно все рассмотрим. Последовательно выделяю Gloss Material с Material Output и нажимаю F, чтобы их соединить. Рассмотрим ноду 2D Transform. Она позволяет вращать, масштабировать и перемещать текстуру. Из всего списка мне нужен масштаб. То есть по умолчанию текстура достаточно крупная. Я попробую уменьшить ее. Чем меньше значение, тем меньше по размеру и чаще текстура будет повторяться. Обратите внимание, что данная нода ставится до текстуры изображения и является первичной. Также она подключена к изображению цвета и карты нормалей, что позволяет получить одинаковый масштаб текстур и просто экономит время. То есть для каждого изображения не нужно создавать ноду 2D Transform. Следующая нода это цветная текстура, которая подключается к каналу Diffuse и карты нормалей, которая соединяется с каналом Normal. Сейчас я последовательно соединю карту цвета и нормалей. Чтобы изменить глубину карты нормалей, в ноде изображения находим параметр Power. При значении единицы карта нормалей будет максимально видна, а при нуле эффект исчезнет. Немного прозумирую изображение, чтобы лучше видеть результат воздействия карты нормалей. Чтобы повысить быстродействие превью рендера с помощью комбинации клавиш Ctrl B, выделю небольшой участок изображения. Значение единицы слишком заметно. Уменьшу параметры до 0.230. Далее слегка добавлю отражение. Совсем немного. Несмотря на то, что это стена и на ней есть обои, отражение все равно присутствует. Параметр Roughness отвечает за размытие отражения. Значение 0 делает поверхность зеркальной, а единица максимально шершавой. Я становлюсь на значение 0.700. В целом с материалом стены мы закончили. Как вы можете видеть все достаточно просто. Далее переходим к материалу пола. Соединяю готовые ноды с Material Output. Как и в предыдущем материале стены здесь все очень похоже. С помощью ноды Today Transform настраиваем положение текстуры. Напомню, чтобы создать данную ноду, нажимаем Shift плюс A. В списке находим Octane Transform, Today Transform. Обратите внимание, что эта нода задает параметр для трех текстур. Цвета, шероховатости и нормалей. Текстура шероховатости всегда черно-белая. Она формирует переходы от более шероховатого участка к менее за счет вариации базовой цветовой текстуры. Следующий материал это крыша. Создаем базовый шейдер Glossy и меняем в нем два параметра. Отражение и шероховатость. Значение яркости белого я оставлю по умолчанию, чтобы не было пересвета в теневых участках. С материалом оконной рамы тоже все достаточно просто. Базовый шейдер Glossy с небольшим отражением и шероховатой поверхностью. Выделив подоконник, я дублирую материал и меняю имя. Настройки оставляю те же. К материалу плинтуса применяю заранее подготовленный шейдер с молочным цветом. Правда в юпорте он будет выглядеть темнее, так как находится в теневой части. Добавлю немного отражения и шероховатости. Придется немного повозиться с тем, чтобы настроить оптимальный угол, при котором будут видны отражения и шероховатость. Снова добавлю отражения, чтобы плинтус отражал больше окружения. Далее поработаем над материалами металлических опор и ножек. С помощью комбинации клавиш Ctrl-B выделяю небольшую область изображения и немного прозумирую. Выбираю материал сталь и применяю к нему шейдер металла. Далее выбираю материал ножек, удаляю временный материал и применяю уже готовый шейдер Glossy. Переходим к настройкам более сложного материала поверхности стола. Здесь есть текстура цвета и нормалей. Две ноды цветокоррекции и шейдер Glossy. Текстуру цвета я соединяю с нодой цветокоррекции. Меняю ракурс для того, чтобы лучше были видны отражения и цвет материала. Шейдер Glossy соединяю с Material Output. Отсоединяю карты нормалей и ноду Color Correct. Делаю я это для того, чтобы поэтапно с самого начала показать весь процесс. Обратите внимание на цвет поверхности стола. Так выглядит оригинальная текстура. С помощью ноды цветокоррекции я добавил насыщенности, гаммы и немного понизил контраст. Следующая нода цветокоррекции формирует канал шероховатости. Здесь я полностью убираю цвет. Добавляю немного гаммы и значительно увеличиваю контраст. Далее соединяю ноду с каналом Roughness. Обратите внимание на стол. Теперь поверхность стала более шероховатой. За счет измененной текстуры появились детали. В текстуре карты нормалей я наполовину снижаю силу воздействия и соединяю ее с каналом Normal. Обратите внимание, если выделить материал и нажать кнопку Select в окне вьюпорта, отобразится выделение присвоенного данному материалу. Это очень удобно, если объект сложный, состоящий из множества материалов. В настроеках данного материала я буду использовать песочный цвет. Давайте посмотрим, что получается. Последнее, что нам осталось сделать, это материал металлической окантовки. Последовательность, как и в предыдущих материалах, очень похоже. Материал я применяю к полигонам, выделенными красными стрелками. Давайте посмотрим, что у нас получается. Стены, пол, окна, подоконник, плинтус, ножки стола, металлическая опора и столешница. Настройки материалов в данной сцене очень простые, не требующие каких-то специальных знаний. В следующем уроке мы продолжим настройку материалов оставшихся объектов. Буду рад вашим комментариям. Если у вас остались вопросы, с большим удовольствием постараюсь помочь. Напомню, у нас есть телеграм-канал, где можно обсуждать уроки на канале и все, что связано с компьютерной графикой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также включайте колокольчики, чтобы не пропустить новые уроки. Удачи, всем пока!